Российская телезвезда Ольга Бузова снимется в спектакле о юном Иосифе Сталине. В СМИ раскрыты подробности и размер зарплаты звезды. Недавно стало известно, что Бузова вышла на сцену МХАТ. В своих соцсетях звезда объявила, что снимется в спектакле «Чудный грузин» о жизни молодого Сталина. Художественный руководитель театра подтвердил эту информацию и отметил, что в новой постановке Бузова появится в роли самой себя, так как она – феномен эпохи По договору зарплата артистки составит почти полмиллиона российских рублей. Часть из них Бузова получит во время репетиций, часть – при выступлении. Сама Ольга отметила, что давно мечтала выступить на театральной сцене, и в ее истории было даже поступление в соответствующий вуз. Телезвезда выйдет на сцену дважды, что уже означает ажиотаж и полный аншлаг перед премьерой. Премьера постановки, в которой звезда «Дом-2» будет, по ее словам, играть и петь, запланирована на 11 и 12 июня. Знаменитость уже усиленно репетирует. Тем не менее, находясь в амплуа актрисы, Ольге уже есть чем похвастаться. В 2008 году ее пригласили сыграть камео в успешном сериале «Универ», где на одной площадке с Гагун и Гайдулан Бузова наконец-то исполнила мечту детства попробовать себя в качестве актрисы. В 2010 году состоялся дебют девушки в театре, где она получила главную роль в спектакле «Медовый месяц». После успеха «Медового месяца» Ольга появилась в шикарной свадьбе, заменив руководителя труппе Марию Кожевникову. 2015 год принес девушке роль в фильме «Бармен», где сыграли Юлия Паршута и Ивана Хлобыстин. В 2016 году Бузова приняла участие в съемках сериала «Бедные люди», транслируемого на ТНТ. Далее последовали небольшие роли в комедии «Держи удар, детка» и фильме «Логи» от Кирилла Пленева, работа в популярном телесериале «Чернобыль. Зона отчуждения». Кстати, совсем недавно Бузова согласилась стать наставником шоу «Х-фактора Беларусь» и хотела переехать в Минск. Она заработала свой социальный капитал еще до эпохи Инстаграм. Популярность ей принесло телевидение, которое до сих пор является очень сильным инструментом для прокачки личного бренда. Поэтому сам Инстаграм в истории Ольги Бузовой – это место, где она аккумулировала и отчасти приумножила уже существующую аудиторию. Чтобы повторить путь Бузовой к успеху, недостаточно просто создать страницу в социальной сети.